Приветствую всех любителей шахмат! Вчера стартовал классический турнир в Ставангере и я хочу представить вашему вниманию центральную партию первого тура Фабиана Каруана Магнус Карлсон Американский гроссмейстер играл белыми и пульнул королевскую пешку Магнус отвечает французской защитой Белый захватывает центр Черный нападает на пешку Е4 Белый защищает пешку конем попутно развиваясь Усиливает Карлсон давление на центр Каруана захватывает с темпом пространство и на доске получается вариант стейница Формируются пешечные цепи и Магнус проводит подрыв базы пешечной цепи белых пешки Д4 Ну что ж, Фабиана защищает пешку конем Карлсон усиливает давление на ответное слон Е3 играет А6 профилактика против хода конь Б5 или слон Б5 и также черные могут при случае организовать пешечный штурм на ферзевом фланге если здесь окажется неприятельский король В ответ на это Фабиана освобождает дорожку пешки С для того, чтобы укрепить центр Магнус вбрасывает ферзя на Б6 атакуя пехотинца Б2 а также пешку Д4 Белый защищается ходом ферзь С1 Тем временем Карлсон готовит 2-0 Карлсон укрепляется черные рокируются и слон выходит на большую дорогу Теперь 16-й чемпион мира подрывает пешку Е5 для того, чтобы вскрыть линию Ф и использовать необеспеченное положение вражеского короля Карлона завершает развитие легких фигур Магнус меняется на поле Д4 и нужно было стукнуть на Е5 вскрывая линию Ф и дальше пойти ферзь Б5 со сложной борьбой и взаимными шансами Но в партии Карлсон делает второсортный ход видимо планируя удивить Каруану редким продолжением Фабиана защищается от шага конем черный направляет своего кобылянского на клетку C4 Белый меняется на F6 и защищается от прыжка черного коня В позиции Магнуса наметилась определенная дисгармония на ферзьевом фланге поскольку черная королева начинает путаться в валяющихся под ногами подданных Далее он завершает развитие налаживая коммуникацию тяжелых фигур Каруана уводит короля в убежище черный создает рентген против ферзя планируя использовать недостаточную защищенность коня Фабиана пошел в ферзь Д2 освобождаясь от давления ладьи и соединяя собственные Магнус перебрасывает слона на ферзевый фланг чтобы использовать ослабление черных полей на данном участке доски Но вот после хода конь Е2 Фабиана предлагает размен сильнейших фигур выпад слон Б4 не помогает решить дебютные проблемы поскольку можно отойти на Д1 и на ход слона А3 напасть на черную королеву так что в партии Магнус принимает решение поменять сильнейшие фигуры Ну что ж, по итогу дебюта белые получили преимущество у них больше пространства и фигуры расположены более гармонично Магнус сдваивается по линии Ц Фабиана начинает борьбу за эту магистраль и после хода ладьи АЦ8 пехотинец Федор разрывает пешечную цепь изолируя пешку Д5 и превращая белого слона в настоящего зверя И ясно, что брать пешку нельзя из-за хода слон Ф4 и сказывается дисгармония в расположении черных фигур так что Магнус нападает на ладью после отступления играет слон Б4 для того, чтобы разменять опасного слона противника Американский гроссмейстер соглашается на данный размен далее изолирует пешку Д5 и белый конь выходит на аванс сцену Ну что ж, Магнусу нужно спасать своего хаботастого друга Каруана активизирует второго кабелянского прицеливаясь к пешке Д5 и брать на 2 плохо из-за тройного удара Белый нападает на коня, ладью, а также слона Ф5 В случае размена они выписывают шаг и выигрывают слона противника Так что 16-й чемпион мира защищает слоника в партии пешечкой Каруана нападает на этого слона и после хода слон Е4 и размена необходимо было задвинуть пешку до поля Ж5 с целью провести атаку по слабым черным полям Но Каруана допускает ошибку, которая позволяла Магнусу добиться приемлемой для себя позиции Нужно было поскакать лошадью на С2 нападая на ладью пешку Д4, а также пешку А3 После взятия связать коня под боем пешка а на продвижении черный играет ладья Д8 получая великолепную компенсацию за небольшой материальный урон Но в партии Магнус направляет своего коня совершенно не в ту степь Каруана забирает пешку на поле Е4 Нужно было поменять хотя бы пару коней Магнус же недооценивает лошадиные силы противника Каруана пошел конь Д7, чтобы в случае взятия пробить на поле Д5 И получается как в том старом фильме Жизнь короля висит на нитке А ладья думает о прибытке Каруана меняется на поле Д5 Дальше нападает на коня и после отхода выписывает шах с поля Ф6 На 35 ходу в данном положении Магнус Карлсон сдался Дело в том, что при отступлении короля на поле H8 Ладья вторгается на седьмую горизонталь И не видно нормальной защиты от мата Если же король уходит на поле F7 То белый выписывает Один шах, второй шах, третий шах, четвертый шах И далее играет ладья E3, связывая коня С идеей пойти G5 и провести решающее наступление по слабым черным полям В общем, 16 чемпион мира решил, что его величество в любом случае крышка Поэтому на 35 ходу признал себя побежденным Итак, данное поражение вкупе с неудачным выступлением в Блиц-турнире Показывает, что Магнус Карлсон далек от идеальной формы Напишите в комментариях, какое итоговое место, на ваш взгляд, займет экс-чемпион мира в этом турнире Не забывайте также про лайки, репосты И до следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok